Здравствуйте, уважаемые зрители! В одном из прошлых роликов я рассказывал, что такое широтно-импульсная модуляция, сокращенно ШИМ, для чего ее можно использовать и как работать с ШИМ-сигналом на Ардуино и микроконтроллера HTTini. Там с помощью ШИМ-сигнала мы управляли плавным включением светодиодной ленты. Ссылка на видео есть в описании и появится в подсказках. А в этом видео поговорим о том, как можно с помощью Ардуино УНО измерить частоту ШИМ-сигнала и как при необходимости ее можно изменить. Это может понадобиться, если по каким-то причинам установленные по умолчанию для микроконтроллера частоты ШИМ-сигнала недостаточно для работы готового устройства. В этом видео изменение частоты ШИМ-сигнала я буду производить на примере Ардуино УНО. У Ардуино УНО с ШИМ-сигналом могут работать 6 пинов. Это пины 3, 5, 6, 9, 10 и 11, обозначенные тильдой. Причем установленные по умолчанию для этих пинов частота ШИМ-сигнала отличается. Для пинов 5 и 6 это 980 Гц, а для 3, 9, 10 и 11 это 490 Гц. Вначале я покажу как с помощью Ардуино УНО можно легко определить частоту ШИМ-сигнала. Соединим проводом 8 пин, который у нас будет замерять параметры ШИМ-сигнала, и 5 пин, который должен работать на частоте 980 Гц. Напишем небольшой скетч. В скетче будем использовать стандартную для Ардуино IDE функцию PULSE IN, которая считывает продолжительность сигнала HIGH или LOW на заданном порту. То есть если у нас задано считывание HIGH, функция вначале ожидает пока на заданном порту не появится значение HIGH. А когда значение HIGH получено, включается таймер, который и отсчитывает время пока на заданном порту не появится значение LOW. В случае если вторым аргументом является LOW, то все происходит наоборот. Функция возвращает результат в микросекундах. В результате, суммируя время присутствия высокого и низкого сигнала на восьмом пину, мы получаем общее время сигнала. А далее переходя от микросекунд к секундам вычисляем частоту в герцах. И выводим данные раз в секунду в монитор порта. В функции Setup добавим функцию AnalogWrite. Я уже рассказывал, что первый ее аргумент это номер пина, на котором мы работаем ШИМ-сигналом, а второй параметр как раз и определяет степень заполнения ШИМ-сигналом. Этот аргумент у нас лежит в диапазоне от 0 до 255. При 0 заполнение отсутствует, а при 255 достигается полное заполнение сигналом. В данном случае можем установить любое значение, например 64. То есть, если бы у нас был подключен светодиод, то он бы светил в одну четверть своей мощности по сравнению с его подключением с тем же сопротивлением к цифровому пину без ШИМ. Сразу добавим AnalogWrite и для 9 пина. Загружаем скетч в Arduino Uno. Открываем монитор порта и видим, что частота у нас составляет 982 Гц. Теперь соединим 8 пин с 9 пином, который должен работать на частоте 490 Гц. И видим, что частота здесь составляет 493 Гц. Теперь поговорим о том, как можно изменить частоту шим-сигнала. Изменить можно двумя методами. Первое это через регистры, меняя режим работы таймера, с которым связан пин. Пятый и шестой пины связаны с таймер 0, девятый и десятый с таймер 1 и третий и одиннадцатый с таймер 2. Менять частоту шим-сигнала на пятом и шестом пину не рекомендуется, так как вместе с этим мы меняем режим работы основного таймера T0, с которым связаны функции, работающие со временем, такие как Delay и используемая в нашем скетче функция PulseIn. Для тех, кто хочет углубиться в тему, почитайте DataShit на Atmega328 со 108 страницей. Все ссылки, которые я показываю, будут в описании к видео. Собственно, вот в таблице 15.6 указано, какие биты нужно установить, чтобы задать нужный делитель. Для простоты в описании к видео есть ссылка на вот такую вот страницу, где уже есть готовые выражения для разных частот. Остается только скопировать код и вставить функцию Setup. Нулевой таймер, как я уже говорил, трогать не будем, так что пятый и шестой пин пропускаем. А для девятого пина скопируем строку, задающую максимально возможную частоту шим-сигнала для данного пина, то есть около 31 кГц. Добавляем строку функции Setup. Загружаем скетч и видим, что частота HM-сигнала на девятом пину, равно как и на десятом пину, изменилась и составляет около 30 кГц. Теперь скопируем строку, задающую частоту около 30 Гц. Загружаем скетч и видим, как частота HM-сигнала стала равна примерно 30 Гц. Если снова открыть даташит на Atmega, то видно, что значения в примере соответствуют значениям из таблицы. Также видно, что возможных значений у второго таймера, то есть на пинах 3 и 11, чуть больше, чем у первого. Таким способом можно изменить частоту шим-сигнала без подключения библиотек, но только с определенным шагом, соответствующим делителю. Второй вариант – это установка специальной библиотеки. Открываем библиотеку по ссылке, скачиваем и добавляем в Arduino IDE. В примерах библиотеки открываем скетч pvm. Из кода скетча видно, что переменной frequency мы задаем нужную нам частоту, а далее устанавливаем для выбранного пина, в данном случае это pin 9, нужную нам частоту. Кстати, здесь тоже вначале осуществляется проверка, чтобы pin не был связан с нулевым таймером, дабы не нарушить работу основных функций, работающих со временем. Если все в порядке, мы подаем высокий уровень сигнала на 13-й пин, включая штатный светодиод Arduino Uno. Перенесем нужные нам данные из примера в наш скетч, измеряющий частоту шим-сигнала. Не забываем вначале подключить саму библиотеку. И еще вместо функции AnalogWrite будем использовать функцию pvmWrite. Аргументы ровно те же и отличаются только ими функции. Протестируем функцию на некоторых значениях. Вначале пусть будет значение из примера 35 Гц. В мониторе порта получаем 35,21 Гц. Теперь установим 50 Гц, получаем 50,29 Гц. Установим 100 Гц, получаем 100,54 Гц. 300 Гц, получаем 31,57 Гц и 1000 Гц, получаем 1005 Гц. В общем, измеренные значения весьма близкие к задаваемым. Таким образом, в этом видео мы превратили Arduino Uno в простой инструмент по определению частоты шим-сигнала и научились при необходимости менять эту частоту. А во вторник я расскажу, как задавать нужную частоту шим-сигнала на микроконтроллерах ATTini. Там есть свои особенности. Для примера я буду использовать ATTini 85, но данный пример будет актуален и для ATTini 25 и ATTini 45. А потом еще отдельно поговорим и про ATTini 13. Спасибо за внимание. До скорой встречи.